Престольный праздник отметил и главный храм Александра Невского Новотихинского женского монастыря Екатеринбурга, где литургию совершили сразу четыре архиереи. Митрополит Ярославский Ростовский Пантелеимон, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, архиепископ Бакинский Азербайджанский Александр и епископ Гурий. Со школьной скамьи еще советских времен большинство из нас знают Александра Невского как мудрого полководца. Но в наши дни мы открываем его образ и как великого сына церкви, как святого подвижника. Он сумел оградить страну своей смелой десницей и молитвой, смиренным словом, обращенным ко Христу. До XVIII века Русь не знала образа Александра Невского как воина. Церковь почитала боговерного князя как святого схимника, как образец духовного смирения во спасение. Самой главной целью жизни Александра Невского, смыслом его жизни, было стремление быть вместе с Богом. Да, многие жизненные обстоятельства, его рождение, его происхождение, историческое время мешали осуществлению его главного желания. Но когда он осознал, что уже ему больше ничего на земле не нужно, что все, к чему призывал его Господь, он выполнил, тогда он и отдал всего себя на служение Богу, завершив монашеской схимой свою земную жизнь. Митрополит Катимбургский Верхотурский Кирилл произнес слова благодарности всем высоким гостям, посетившим епархию, игумене Домнике и сестрам Александра Невской и Новотихвинской обители, а также всем прихожанам, принявшим участие в торжественном богослужении. Для многих из них этот храм стал родным домом с тех пор, как в 1994 году женский монастырь вновь был открыт. Росписи в этом храме выполнены в византийских традициях XIII-XIV веков. Особенностью такой росписи является очень крупное изображение. Например, лик Спасителя 5 метров, а его фигура 11 метров. Кроме того, помимо привычных для русского взгляда икон и росписей, мы можем наблюдать здесь мозаику и обрамление стен в полудрагоценный камень – оникс. В былые времена Новотихвинская обитель была широко известна своей красотой, была одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга того времени. И сейчас, в XXI веке, она вновь является излюбленным местом посещения паломников со всей страны. И этот храм сегодня является, наверное, самым благолепным храмом Урала, не только Екатеринбургской кафедры и не только нашей митрополии, но и всех тех окрестных мест, я думаю, что нет такого храма, в котором бы так не просияла слава Божия, как в вашем храме. На память о совместном богослужении Владыка Кирилл преподнес Матушке Домнике образ, освященный в Болгарии на мощах святого Иоанна Рыльского, а также особо поздравил всех тех, кто носит имя святого боговерного князя Александра Невского. Субтитры создавал DimaTorzok